Идем дальше. Вернусь к слою за рябешком и затемню область под глазом. Темно-красный цвет. Непрозрачность около 10%. Режим умножения. Вот так. Глаз можно немножко увеличить. Хорошо. И еще немного затемню гребешок. В режиме умножения непрозрачность можно чуть поменьше сделать. Процентов 5. Размер кисти поменьше. И даже непрозрачность еще можно уменьшить. Процент 3. Сделать крючок. выберу потеплее окей еще немного затемнил вокруг глазом посмотрим что получилось теперь гребешок смотрится более объемней дальше мы нарисуем лапу цвет будем использовать этот же режим умножения непрозрачность можно сделать чуть побольше процентов 8 выделяем свой слаб и размер кисти поменьше пикселей 7 и рисуем текстуру кожи и на тыльной стороне также на пальцах вначале я немного поправлю коготки сделаю более прямыми снимаю блок с пустых участков слоя инструмент палец вот так и остальные снова возьму кисть и рисую текстуру на пальцах поставлю блок на пустые участки слоя и и примерно так теперь возьму инструмент микс кисть и немного сглажим мазки размер сделаю поменьше пикселей 15 и и Также с помощью микс-кисти Сделаю рельефную текстуру переднего пальчика Сделаю рельефную текстуру переднего пальчика Сделаю рельефную кожу В тех местах, где полосочки, делаю впадинки То есть вот эта область будет выпуклой Немного поуже сделаю шип И так по всей лапе Сделаю рельефную кожу Вот так Снова берем инструмент кисть и добавим тень на лапу Размер сделаю побольше Около 80 пикселей Непрозрачность чуть поменьше Процента 4 Поставим блок на пустые участки слоя И затемняем Вначале верхнюю часть лапы На нее будет падать тень от петуха Дальше затемняем тыльную сторону Свет будет падать слева направо Затемняю нижнюю часть когтиков Немножко затемняю область между пальцами И нижнюю часть лапы Сделаю размер кисти побольше В самой нижней части тень делаем поплотнее Еще немного здесь Микс кисть И сглаживаю тень в некоторых местах Там где сильно заметны мазки Хорошо И теперь добавим светлые блики Меняю цвета местами Кисть Размер делаю поменьше Пикселей 7 Режим поменяем на нормальный И непрозрачность Процента 8 Делаем тонкий блик на когтиках Это придаст им глянцевый вид Дальше размер сделаем чуть побольше Около 20 пикселей Непрозрачность понижаем Процентом до 4 И пройдемся по верхней части пальцев Здесь свет будет падать на центральную часть И передняя сторона лапы Примерно до той области Где начинается тень Теперь сделаем чуть поменьше Размер кисти Около 5 пикселей Добавим тонкие блики Вдоль полосочек Также на пальчиках И над когатком Вот так Лапу мы нарисовали Теперь продублируем этот слой Нижний слой Мы немного сдвигаем В то место, где должна быть вторая лапа Чуть-чуть приподнимем И уменьшим Процентов на 5 Нажимаем на один из маркеров Нажимаем на значок Связывающий ширину и высоту И когда мы увеличиваем Или уменьшаем одно из значений То автоматически меняется и второе Уменьшаем на 5% Соответственно нам нужно задать значение 95 Как видите, сразу поменялось и значение высоты Можно даже еще меньше сделать 92% Нажимаем Enter Еще раз Вот так Вторая лапа находится сзади То она будет визуально казаться немного меньше Даже можно еще немного приподнять Теперь нам немного нужно ее затемнить Инструмент кисть Размер сделаем побольше Снова режим умножения Непрозрачность 4% так и оставляем Меняем цвета местами И затемняем Места, где лапы соприкасаются И верхнюю часть И верхнюю часть Можно еще немного затемнить Верхнюю часть лапы на переднем плане Выделяем верхний слой И затемняем Нарисуем петушку перья Создадим основу для них Выделяем слой с петушком Микс кисть Значение влажности увеличиваю Процентов 25 И размою эти две линии Вот так Немного затонирую основу Сделаю более красноватого цвета Так как символ наступающего нового года Именно красный петушок Окей Инструмент заливка Непрозрачность Около 20% И заливаем Можно еще разок Дальше Кисть Цвет потемней Окей Режим нормальный Размер кисти можно немного побольше И затемняем Рядом с гребешком Немного затемняем спинку Под крылом Под крылом Немножко грудку Теперь еще более темный цвет Окей Вот так И дальше нарисуем перья по контуру петуха Снимаем блок с пустых участков слоя Инструмент палец Размер побольше Пиксели 24 Можно увеличить интенсивность Процентов 75 Буквально несколько штук Чтобы петушок не казался слишком гладким Немного откорректирую ластиком вот эту область Инструмент палец Интенсивность немного меньше Процентов 60 Также на голове Размер можно поменьше сделать Крайнее перо На крыле Поменьше Пикселей 10 Теперь размер немного побольше Пикселей 40 Второе перо И теперь нарисуем перья на самом петушке Начнем с крыла И будем продвигаться в голове Ставим блок на пустые участки слоя Берем инструмент кисть И подбираем цвета Посветлее и покрасней Окей Второй цвет Оранжевый Окей Размер кисти делаем поменьше 45 пикселей Вначале рисуем длинные перья Они будут находиться в нижней части крыла В центральной части будут покороче И в верхней части совсем короткие Начнем с длинных Рисуем две полоски таким образом Чтобы между ними был зазор И немного штрихами Чтобы цвет не был равномерным Берем инструмент Микс кисть В настройках выбираем Мокрое Немного меньше размер И растушевываем Размер поменьше Меняем цвета местами Берем кисть Размер поменьше Можно также непрозрачность Немного убавить на 1% Вот так Снова меняем местами цвета Размер кисти уменьшаем И штрихами Добавляем светлый блик Вот так И теперь готовые перышка Можно скопировать при помощи Инструмента лассо Выделяем Дальше нажимаем правую кнопку мыши Или если вы пользуетесь Графическим планшетом То кнопку перя Соответствующей правой кнопке мыши Скопировать на новый слой Немного откорректируем ластиком Жесткость уменьшаем Вот так И размещаем сверху Вот так Инструментом палец Немного его Видоизменяем Чтоб оно не было похоже На нижнее Вот так Снова дублируем И сдвигаем верхнюю копию Теперь немного затемняем Эти перышки Меняем цвета местами Возьму цвет не такой насыщенный Вот так Кисть Размер побольше Слой с петушком Размер кисти поменьше И затемняем перо Вот так Теперь второе перышко И верхнее Свет возьму еще потемнее Окей Затемняю Оно будет находиться под перьями Вот так Слои с перышками И слой с петушком Можно слить в один И теперь нарисуем Еще одну порцию перышек Точно так же Нарисуем одно перышко И продублируем его Возьму образец цвета С петушка И немного затемню Верхнюю часть перышек Буквально совсем чуть-чуть Вот так Меняю цвета местами Размер кисти поменьше Микс кисть Немного размер увеличиваю Пикселей 30 Меняю цвета местами Кисть Затемняю вот эту часть Непрозрачность Процентов 10 Вот так И инструментом палец Дорисую перышком Интенсивность Немного пониже Сделаю Процентов 40 Вот так Лассо Обводим На стройках инструмента Лассо Включен режим добавить Дальше скопировать На новый слой Размещаем рядом И немножечко сдвигаем Можно даже немного уже сделать Вот так Ластик Инструмент палец Снова дублируем Размещаем рядом И немного в сторону Можно даже чуть-чуть вытянуть их Снова дублируем Снова дублируем Кисть И немного затемняю Непрозрачность поменьше Процентов 5 Нижняя Можно даже поставить блок На пустые участки Слоя Теперь эти три перышка Можно продублировать И сдвинуть их И сдвинуть их Вот таким образом Три нижних Склеиваю вместе И немного пройдусь Кистью Также на петушке Крайние перышка дублирую И нижнюю копию Выдвигаю вперед Примерно так Слой с тремя нижними перышками Сделаю немного Попрозрачнее Устанавливаю непрозрачность Слоя Процентов 75 И теперь все слои С перышками И слой с петушком Можно слить в один Ctrl E Инструмент Кисть Возьму образец цвета С более темного участка Спинки петушка И слегка затемняю перышки Которые находятся Ближе к спинке Размер кисти Делаю побольше Непрозрачность Немного поменьше Сделаю Процента 3 И также затемняю края Непрозрачность Сделаю побольше И размер кисти Увеличиваю Чтобы получился переход Вот так И теперь нарисуем Перышки на лапках Меняем цвета местами Размер кисти поменьше Около 20 пикселей Непрозрачность Понижаем Оставим 3% Поставим блок На пустые участки Слоя И рисуем Несколько штрихов На одной Лапе И несколько штук На другой Инструмент Палец Размер чуть побольше Интенсивность Можно уменьшить Процентов 35 И немножко Размоем штрихи Сделаем их Более мягкими И точно так же Нарисуем перышки На грудки Крылышки И спинки Кисть Можно даже Непрозрачность Сделать еще меньше 2% Инструмент Палец Инструмент Кисть Снова Растушевываем Переходим Переходим На крылышко Инструмент Кисть На спинке Можно пореже Снова Снова Инструмент Палец Размер Сделаем Поменьше 25 Пикселей Интенсивность Также Также повышаем До 40% И еще раз Инструмент Кисть Размер Кисти Поменьше Поменьше Пикселей 17 Снова Инструмент Палец Немного Поменьше Посмотрим Что получилось Хорошо И теперь Нарисуем Перья На шее Петушка Инструмент Кисть Этот же Цвет Новый Слой Сделаем Из него Обтравочную Маску Включаем Нажим Перо Непрозрачность 2% Так и Оставим Размер Кисти Побольше 40 Пикселей И Приступаем Продолжение следует Повышаем Непрозрачность Продолжение следует Еще Немного Повышаем Непрозрачность Теперь берем Инструмент Палец И поправляем Маски Чтобы они смотрелись Более-менее Слитно Интенсивность Должна быть Невысокой Иначе Маски Сильно Будут Размазываться Размер Размер Можно Немного Увеличить Слитно Вот так Теперь Продублирую Слой С обтравочной Маской И Немножечко Сдвигаем Примерно Так Нижнюю копию Размою По гауссу 15 пикселей Будет Достаточно Хорошо В следующем Уроке Мы нарисуем Хвост И Придадим Петушку Объем Продолжение следует